автопортрет с перевязанным ухом и трубкой обостренное восприятие действительности и душевная неуравновешенность приводят ван гога к психическому заболеванию гоген приезжает погостить варль но творческие разногласия вызывают ссору ван гог кидает стакан в голову художника затем после заявления гогена о намерении уехать бросается на него с бритвой в припадке сумасшествия вечером этого же дня художник отрезает себе мочку уха создание картины звездная ночь почти также поэтично как и сама работа композиция была создана в 1889 году в довольно необычном окружении психиатрической больнице сен-поль-да-мовзоль в сен-рими на юге франции винсент ван гог страдал психическими расстройствами и эпилепсией в течение всей своей жизни во время создания работы его состояние было серьезным и госпитализация казалось единственным выходом но вернемся к 23 декабря 1888 года когда дошло до знаменитого эпизода во время спора с гогеном разница в характерах двух художников но также изменения в жизни любимого брата тео который присматривал за ним а теперь в письме он сообщил что влюбился в джоанну бангер и собирается жениться на ней и это известие привело ван гога как ту самоповреждения во время которого он отрезал себе ухо 31 января 1890 года тео ван гог написал винсенту о рождении сына которого назвали винсент вилем в честь дяди ван гог сразу же принялся за работу над картиной которую намеревался подарить своему младшему брату по замыслу ван гога полотно должно было висеть над постелью супругов и символизировать начало новой жизни этим обоснован выбор сюжета полотна ветки миндаля начинают свести очень рано и являются предвестниками весны подсолнухи название двух циклов картин нидерландского художника винсента ван гога первая серия выполнена в париже в 1887 году она посвящена лежащим цветам вторая серия выполнена через год в орле она изображает букет подсолнухов в вазе две парижских картины приобрел друг ван гога поль гоген картину череп с горящей сигаретой ван гог написал в 1886 году ван верпене этот период можно назвать периодом обучения и становления молодого художника ван гог постоянно совершенствовался в мастерстве в том числе под руководством более опытных живописцев главной темой голландского периода творчества явилась тема крестьян именно любовь к человеку вдохновляла его на создание новых полотен но для рисования портретов требуется большой уровень мастерства и опыт как известно ван гогу портретный жанр давался с трудом на протяжении всей творческой жизни он стыдился своего неумения и всегда стремился восполнить этот пробел с помощью постоянных тренировок эту работу мастер написал в орле в период когда на каждом из его полотен обязательно отмечался этот солнечно-желтый цвет еще одна страсть ван гога усыпанная звездами неба в ночном кафе эти страсти слились уникальность композиции в том что ночной пейзаж не тронут ни капли черной краски это кажется невыполнимым лишь со второго взгляда зритель начинает осознавать и удивляться еще больше насколько разноцветной может быть ночь картину и рис иван гог создал в 1889 году за год до смерти в то время он находился в больнице для душевнобольных в сен риме страдая от нервной болезни ван гог усиленно занимался живописью надеясь ее помощью сдержать недуг данную картину ван гог назвал громоотводом для своей болезни это не случайно потому что в ней практически не узнается рука того ван гога который поражал напряженностью цвета густотой и едкостью оттенков картина полна мягкости воздушности она выполнена нежными постельными тонами пара ботинок винсент ван гог нередко изображает быт обычных трудяк крестьян и рабочих суровая жизнь этих людей вдохновляла художника на необычные полотна которые не воспринимались зрителями того времени слишком обычные и некрасивые вещи не привлекали зрителя но теперь каждое произведение этого художника воспринимается с глубоким смыслом переданным в живописи именно в момент нахождения в париже винсент решается создать ряд картин посвященных обуви картину персиковое дерево в цвету ван гог написал в 1888 году несколькими месяцами ранее он переехал на юг франции в городок арль весна в этой местности настолько очаровала ван гога что он неустанно рисовал картину персиковое дерево в цвету как практически все пейзажи того периода ван гог написал с натуры он работал под открытым небом не обращая внимание ни на дожди не на холодные весенние ветра художник писал в своих письмах что очарован садами арля картина написано в импрессионистической манере ван гог стремился добиться максимальной взаимосвязи рисунка и цвета чтобы как можно вернее передать состояние природы морской пейзаж в сент-мари первая встреча со средиземным морем ван гога состоялась в мае 1888 года когда он на дележансе проехав через болото камарга очутился в рыбацком поселке сент-мари художнику полюбились и изменчивый цвет моря и расписные лодки хрупкости рукотворность которых он отмечал особо новые впечатления вдохновили живописца во время пребывания в сент-мари длившегося около пяти дней он выполнил три картины маслом и девять рисунков цельность эмоционального переживания мотива лучше всего воплотилась в данной картине написанные рельефными мазками скорее всего на пленэре на ветреном берегу моря на подрамнике картины пометка номер 2 возможно принадлежащие художнику и указывающие на порядок создания работ несомненно ван гог считал эту композицию удавшийся он повторил ее три раза в рисунках отправленных друзьям эмилю бернеру джону расселу и брату те дорога с кипарисами и звездой эта работа написана художником в последний год его жизни когда приступы душевной болезни чередовались с периодами спокойствия находясь на лечении в больнице сен реми ван гог часто рисовал местные пейзажи дорога с кипарисом и звездой стала одной из последних картин написанных им в лечебнице сам художник очень любил эту работу напоминавшую ему о юге эта картина выполнена в стиле который окончательно сформировался у ван гога в конце жизненного пути завивающиеся мазки положены густым пастозным слоем их динамичные вихри формируют объекты пейзажа формы которых балансируют на грани между фантастикой и реальностью ван гог создал пшеничное поле с кипарисами в конце 19 века когда он находился в больнице для психически больных практически год исследователи его творчество подобное увлечение объясняли тем что в средиземноморье данные деревья с древних времен являлись знаком скорби его произведения с 1888 по 1889 годы наделены особенными символичными образами которые связаны со своеобразным мировосприятием художника в данный период ван гог при жизни не был признан ни критиками не зрителями картина красные виноградники в орле едва ли не единственная проданная переступая через все свои неудачи увлеченный ван гог продолжал и продолжал писать раз отразу надеюсь что следующая работа будет востребована но это все не случалось а картины продолжали копиться в его скромной квартире картину оценили всего в 400 франков однако нищий ван гог был рад и этому гонорару для него это было почти целое состояние сегодня стоимость данного полотна составляет примерно 90 миллионов долларов сша альпий горный пейзаж близ сен реми картина изображает сцену вспаханного поля рядом с приютом в сен реми до прованс с сиреневым кустом крестьянином несущим сноп собранной пшеницы несколько зданий и горная гряда альпий поднимающиеся на заднем плане с небольшим кусочком неба ван гог считал его панданом картине жнец нарисованные ранее в 1889 году полотно пейзаж в сен реми является примером поздней работы ван гога где его динамичные мазки контролируют картину быстрые линии подчеркивают живое движущееся поле картина кажется пульсирует жизнью хотя на ней показан только один человек это наиболее топографически точно из четырех полотен художника с изображением пшеничного поля у предгорья альпии портрет доктора гаше написанная в июне 1890 года незадолго до его смерти поль гаше который следил за здоровьем художника на склоне его жизни после смерти ван гога картина в наследство перешла его сестре которая в свою очередь в 1897 году продала ее частному коллекционеру картина несколько раз переходила из рук в руки пока ее не приобрел в 1911 году штеделевский художественный институт картина пребывала во франкфурте на майне до 1937 года в 1933 году после прихода к власти национал социалистов картину снимают с выставки и переносят в хранилище музея в 1937 году на волне компании по избавлению от так называемого дегенеративного искусства картина была конфискована имперским министерством народного просвещения и пропаганды в 1938 году герман геринг продал картину дилеру произведения искусства в амстердам а тот свою очередь перепродал ее частному коллекционеру зигфриду кромарске который бежал во время войны вместе с ней в сша в дальнейшем картина часто выставлялась в музее метрополитен в 1990 году семья кромарске выставляет картину на аукционе где она была продана за рекордную сумму 82 миллиона 500 тысяч долларов японскому магнату рюэй сайта